Докхантеры продолжают убивать в Одессе. Здравствуйте, это «Вечер на седьмом» в студии Ирина Рогозянская и тема нашего эфира «Осторожно, ваша собака в опасности». Сегодня произошел случай, который очень ярко об этом говорит. Одна из активисток на своей странице в Фейсбук разместила запись, в которой говорится, можно, пожалуйста, показать на экране. Какой-то нелюдь отравил сегодня в городе двух собак. Одна уже умерла, вторую пытаются спасти. У хозяйки сердечный приступ, а городским властям плевать с высокой колокольни. Что в их городе беспрепятственно орудуют убийцы. Полиция даже не приехала, даже не знаю, на кого собирать деньги, на спасение собаки или ее хозяйки. Это вопиющий случай, потому что пострадали собаки, у которых была хозяйка, у которых был дом. У нас в гостях активистка, которая написала этот пост, Зинаидей Лысая, волонтер. Здравствуйте. А также у нас в гостях Лариса Осмеховская, зоозащитник. Расскажите, пожалуйста, подробнее про этот случай. Что произошло, как отравились собаки? И это, то есть они что-то съели? Или вот, как говорят, есть новое какое-то средство, можно просто собаке понюхать, и она будет тоже под таким же воздействием? Я не обладаю точной информацией пока о конкретном виде яда, который был применен, но я точно знаю, что собаки выбежали во двор. Хозяйка пожилая, ей довольно тяжело выгуливать их на поводке, поэтому они выбежали, они были во дворе и успели только что-то понюхать. То есть на сегодняшний день есть информация, что они ничего даже не ели, ничего не подбирали. Когда хозяйка обнаружила, что собакам плохо, она вызвала волонтеров, собак отвезли в ветклинику, но, к сожалению, одну из собак не удалось спасти. Вторая собака – это щенок, насколько вы понимаете? Вторая собака – это щенок, и он сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии. Такая ситуация может произойти с каждым хозяином домашнего питомца, потому что дохкантеры разбрасывают свою отраву во дворах, как вы слышите. И даже собака, которая будет на поводке в наморднике, может это просто унюхать и после этого умереть. Я напоминаю, у нас прямой эфир, и вы можете голосовать за определенные варианты. У нас проходит интерактивное голосование. Сегодня мы предлагаем вам продолжить фразу. Убивать бездомных собак – это необходимость, их слишком много в нашем городе, жестокость, есть человечные методы борьбы с размножением. И надо привести в порядок приюты, и проблем с собаками не будет. Расскажите, пожалуйста, подробнее, Лариса, о том, как сейчас действует дохкантеры и насколько они активны в Одессе. Дело в том, что они активны были изначально, так как их деятельность не пресекается невластями, не пресекается нашими пикетами, которые проводились непосредственно и под мэрией, и под главным офисом полиции. К сожалению, власти города, мной было также написано депутатское обращение к господину Круку Юрию Юрьевичу, что провели вопросы на сессии, потому что с января 2016 года я в этой теме как бы новичок, но уже по прошествии времени я могу сказать, что «собаку съели», в кавычках так говорится. Господин Трюханов не отвечает, никаких действий у нас, к сожалению, нет. На сегодняшний день, значит, все, что делают декхантеры, это травля и издевательство, будем так говорить, над теми, у кого есть животные. Психика людей, которые неравнодушны, люди, которые помогают непосредственно собакам, и, естественно, над клиниками, потому что были угрозы непосредственно в клинику «Оксвет», где были спасены собаки с «Радужного», вы об этом знаете. После ряда убийств собак на данном участке «Радужный» был проведен митинг под мэрией, был проведен митинг под полицией. На сегодняшний день мне становится очень интересно, как отозвался господин Головин. Значит, он присутствовал на Думская. Его слова вы можете также найти на этом. Я расцениваю это как провокацию. Некоторые так называемые зоозащитники на самом деле заангажированы. Уважаемый господин Головин, если вы считаете, что зоозащитники ангажированы, то у нас к вам больше вопросов. А не являетесь ли вы ангажером своих действий, когда к вам поступили заявления с января 2014 года. До этого занималась Мамот Ирина. Есть заявления, которые не рассматриваются. Значит, на сегодняшний день, опять же, работает сайт «Докхантеров», который мы непосредственно описали, чтобы заблокировали, чтобы не было доступа. К сожалению, он работает. Правоохранительные органы не реагируют на наши заявления, просьбы. Какие-то, будем так говорить, не то что акции, а пришли, вот разговариваем в кабинете со следователем, он разводит руками и говорит, ребята, это не от меня зависит. Мы все теперь, естественно, понимаем, что это зависит от более высоких каких-то точек. Ну, подводя итог, мне бы хотелось сказать, что... Подводя итог вашего спичи, мне бы хотелось сказать, что все-таки это карается законом, насколько я знаю, и вот ответ на этот вопрос нам поможет узнать Александр Ребец, это юрист, он скоро выйдет с нами на связь. То есть получается, что городские власти, мало того, что не реагируют, они еще пытаются как-то осквернить митинги и призывы к ним. Совершенно правильно. Вы совершенно правильно подчеркнули, что это происходит с уведомлением городских властей. То есть сначала это делается... Просят нас, чтобы мы помогали. Довольно-таки недавно был эфир. Департамент экологии вместе с немецким приютом, вернее, с стерилизационным центром, говорили, что надо помогать, мы хотим все сотрудничать, мы не хотим, чтобы собаки бегали по улице, которые являются бездомными. Но, к сожалению, бездомными делаем мы с вами. Это люди, которые взяли собак и которые поигрались, выбросили. Есть, к сожалению, случаи, когда хозяин умер, куда девать собаку. То есть у нас это большие вопросы. Но на эти все вопросы, что нам нужен приют муниципальный, который не был ни в коем случае приютом, последним, как говорится, усыпалкой для животных, а где человек, мало ли что случилось, у меня сейчас на поруках, будем говорить, есть три собаки, которые на сегодняшний день без хозяева. Хозяева умерли. Куда девать таких собак? У нас нет специализированного приюта. К сожалению, к сожалению, власти на нас не реагируют. И господин Трюханов в 2013 году дал обещание, что он будет давать бой этому всему и разберется, чтобы у нас Одесса была все-таки красивым, оставалась красивым городом и при этом центром туризма, а не центром жестокого насилия. Такая ситуация в Одессе стала особо острой в ноябре месяце прошлого года. Если я не ошибаюсь, не дадите наверняка мне соврать сейчас. Я прошу показать небольшой сюжет, который немного расскажет о той ситуации. Он игривый, добрый и всегда ласковый. Знакомьтесь, это дворовой питомец. Местные жители его любят и всегда подкармливают. Так что к людям он привык и смело бежит навстречу прохожим. Но теперь его жизнь в опасности. В ноябре 2016-го дохантеры объявили охоту на этого пса. Ему удалось спастись. А вот его собратья по двору не выжили. Во дворе отравили собаку. Она вообще подъездная была. Девять лет за ней плакали просто. Весь двор тут откачивали. Настя потом через день нашу собаку. Она, мой зайчик, все, все, все. И вот теперь на нее охота. Болезненно и беспомощно в таких страшных муках умирали отравленные животные. Собака очень сильно кричит. Ну мы вышли, конечно, все выбежали, там начали смотреть. Она лежала на полу, уже были конвульсии у нее. Тогда за одну ночь отравили пять собак. Двое из них не выжили. Остальных своими силами спасали местные. Животных удалось доставить в ветеринарную клинику, где им успели оказать необходимую помощь. Удивительно, но дух-хантеры считают себя зоозащитниками. Свои действия называют спасением для животных и смело хвастаются количеством убийств. Насколько законных действий, попытаемся узнать у нашего юриста. Александр Ребец, вы меня слышите? Алло, да, слышал. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, существует ли в законодательстве какая-либо статья, которая говорит, что действия док-хантеров являются противозаконными? Да, действительно, существует это уголовный кодекс, статья 299, жестокое обращение с животными, но и в том числе и убийство этого животного тоже является преступлением. Ну, фактически, санкция основная, которая необходима, санкция это 2 года в случае, если это преступление совершается перед малолетним, и в случае, если без малолетнего, то полгода фактически может быть лишение свободы. Но проблема в том, что эта статья фактически не действует в жизни. А были ли случаи вообще, когда дошло хотя бы до суда? Я лично такие случаи не знаю. Я очень хочу верить в то, что такие случаи были, но, к сожалению, нет. Хорошо, спасибо вам большое за информацию. Ну, вот такая вот статистика. Док-хантеры откровенно говорят на сайтах о том, что они убивают, убивают собак, они этим откровенно хвастаются. Вот я хотела бы показать небольшую статью. Собственно говоря, после этого случая, который вы видели в нашем сюжете, они написали на своих страницах, что едут в Одессу. Вот один из них, Алексей Светогор. Он говорит, что зачистка диких псов, пока безумные тетки будут лазить и верещать на митинги. Нет псов, нет митингующих. И требований дать денег на шавкоприюты. Вот такие вот цитаты он распространяет по интернету. И удивительно, действительно, спустя несколько дней он приехал в Одессу, и после этого было много случаев отравления собак. Сам он написал, что он и его друзья, вот все вместе, они писали очень много статей на эту тему. Вот есть информация. Ну, первый день минус 45-50. Это речь идет о количестве убитых собак. Они этим хвастаются. Зинаида, скажите, пожалуйста, сколько собак вам удавалось спасать? И опишите то состояние, в котором находится животное. Вы видели его? Собак спасать приходилось очень много. Вот, но скажу, мне повезло, я не видела, слава богу, ни разу, как животное именно в тот момент себя ведет и как оно выглядит. Я видела животных уже, скажем так, убитых, к сожалению. А спасать приходилось уже постфактум, скажем так, не в тот момент, когда произошло отравление. Спасали уже больше, как волонтеры, сборами денег и так далее. Вот, а по поводу убитых животных, ну, во-первых, я хочу сказать, что их же не только травят, их, есть люди, ну, гораздо более больные, я не знаю, как это можно по-другому назвать, которые издеваются, расчленяют и так далее. То есть режут, колют и так далее. Это отдельно просто. И были шумные такие прецеденты в городе, и об этом тоже снимали, говорили много всего. А по поводу вот этих вот приспешников, этого ненормального, больного, но голого человека Светогора, ну, это, ну, мне кажется, пока наше государство не начнет действовать в сторону ужесточения подобных вот вещей, проявлений, эти нездоровые люди будут продолжать делать это. Они будут этим гордиться, они будут этим хвастаться, то есть для них это определенные какие-то успехи. Ну да, допустим, государство действительно как-то усилит наказание, за такое будет более внимательно следить, но, скажем так, это очень легко скрыть, да? То есть сейчас они смело публикуют все фотографии эти ужасные у себя на страницах, а после они просто будут это делать, как говорится, по-тихому. Как вы считаете, что необходимо сделать вот у нас в городе, чтобы как-то, скажем так, уменьшить размножение животных, количество животных на улице, не принося им вреда? Значит, для этого у нас в городе существует немецкий стерилизационный центр на шестом километре, где службой отлова забираются животные, они стерилизуются и возвращаются на среду обитания, то есть где они были забраны. Это считается гуманным. Вот против цепочки отлов, стерилизации, выпуск, либо как Докхантеры называют ОСВ, то они против этого, они против, будем так говорить, и немецкого приюта. Если они тут тот же Свидакор рассказывает, что деньги на какие-то приюты, извините, если ему понадобятся деньги, я ему дам деньги, только это уже будут совсем другие деньги. Но он не понимает другого, и его, как говорится, прихлебатели, другого слова я для этих людей не нахожу, что действительно у нас очень тяжело. И мы с ними боремся, борются кто? Борются те, кто неравнодушны. Кто-то может пройти, кто-то может остановиться, посмотреть, что что-то происходит не так. Зинаида, к счастью, была не знакома с теми конвульсиями. Я сама лично видела и спасала собаку. Лохматушка, это есть в интернете. Докхантеры, когда дали себе запрос о том, что вот надо отследить эту собаку, они накормили тубозидом. У нас все есть непосредственно документы о том, что собака была отравлена тубозидом. Это конвульсии, которые человек, не зная, действительно, это очень страшно смотреть на это все. То есть собака воет, плачет, собака бьется с очень сильной силой на столе у ветеринара. Мы просто держали ее вдвоем. Мы не могли удержать эту собаку. Это очень большие мучения. Если они считают, что они санитары, так говорится, города, то я думаю, что может когда-то у нас будут санитары другие, которые будут помогать убирать такой слой населения, непосредственно, который травит животных, который издевается, поддерживает, извините, насилие. Общественники СМИ пытаются бороться с этими людьми своими силами, пока бездействует власть. Вот, например, на сайте 048 разместили фотографии таких вот докхантеров, которые на своих страницах в соцсетях говорили о том, что они убивали животных, говорили о количестве убитых животных. Таким образом, они надеются предостеречь людей. И, мол, если вы увидели этого человека, будьте внимательны, будьте бдительны и следите за тем, что они делают, чтобы в этот момент, возможно, в этот момент они как раз находятся на деле, скажем так. Они среди нас, причем на вид никогда не скажут, что этот человек является докхантером. У них семьи, дети, причем есть свои животные. Животные, что удивительно. Есть, как говорится, также из соцсетей, мы много чего узнали. Есть сайт, который против докхантеров, и там были все, как говорится, ознакомительные факты, информация. То, что некоторые даже помогают стерилизовать кошек, при этом они считают, кто не знает в лицо этих людей, то, к сожалению, он думает, что человек помогает. На самом деле он собирает информацию и, естественно, использует ее. На самом деле, по многим фашистам в свое время тоже нельзя было сказать, что это убийцы. То есть они среди нас. Как-то очень странная психология у этих людей. То есть они действительно считают себя спасителями и пишут, что вот мы миссию такую проводим. Мне кажется, они просто придумали для себя оправдание и стараются изо всех сил в него верить. На самом деле они просто садисты и живодеры, которые испытывают потребность причинять кому-то боль и страдания. Таких людей нужно изолировать от общества. Это необходимо, потому что то, что они делают, их вот эти внутренние животные низменные порывы и потребности, это не должно присутствовать в обществе. Их нужно куда-то девать от нашего общества. Потому что сегодня он собачку отравил, а завтра у него переключится что-то в голове. И он переключится уже не на собачку, а на кого-то, кто тоже вроде как не может за себя постоять. Например, там человек без определенного места жительства, которого искать не будут, за которого некому заступиться, а потом еще на кого-то. То есть это психология у людей особая, понимаете? То есть этих людей нужно изолировать от общества. Ну такой очень интересный и важный факт в этом деле. Если обычные прохожие, одесситы, которые нас сейчас смотрят, увидели на улице вот собаку, которая извивается, бьется в конвульсии, как нужно ей действовать? Вы обе спасаете таких животных и знаете порядок 10. К сожалению, как практика также показывает, что не все люди понимают, что может происходить с собакой. Собака, которая бьется в конвульсиях, естественно, надо оказать первую помощь. Но желательно на сегодняшний день в немецком приюте непосредственно есть реанимобиль, который выезжает. Лично я звонила и выезжал на отравление двух собак. Если кто-то рядом, кто из зооволонтеров, будем так говорить, люди, которые сталкивались, естественно, мы поможем в этой ситуации. Но тогда, когда непосредственно... Если будут транспортировать собаку самостоятельно, это возможно делать? Да, это клиника. Клиника, которая первая будет, как говорится, под рукой. Но здесь другой вопрос. Реанимация собаки – это довольно-таки дорогостоящее удовольствие. И человек будет понимать, почему мы все в сетях пишем о помощи, пишем о сборе денег. Действительно, чтобы оплатить данную услугу, приходится оплатить от трех до десяти тысяч. То есть, подсуммировав это, я могу сказать, что в первую очередь собаку нужно везти в первую же клинику, которая есть в радиусе, параллельно искать в соцсетях какие-то контакты волонтеров, которые могут помочь, и приехать в определенную клинику и финансово поддержать, и морально поддержать. Это будет уже в дальнейшем. И я также хотела бы сказать, что департамент экологии, который до этого сказал, что ему неизвестны факты. Я прошу, чтобы каждый желающий посмотрел номер телефона департамента экологии и обращался туда, так как госпожа Датюк рассказала, что она первый раз слышит об этом. Поэтому, будьте добры, департамент экологии тоже надо уведомить, раз они не знают. И маленький вопрос. Я все-таки хочу обратиться к Головину. После акции, которая проходила у нацполиции, его же слова. Они хотят произвести впечатление на определенные силы. Это пиар акции некоторых политических сил. Уважаемый господин Головин, я хотела бы с вами лично встретиться, и чтобы вы мне прояснили ваши данные слова касательно вот этих фраз. Потому что мне становится очень интересно, откуда у вас очень интересное мышление касательно каких-то политических сил и каких-то впечатлений. Потому что по имеющейся у нас информации, потому что она непосредственно из первых рук, единственное, чего хотят волонтеры и зоозащитники, продемонстрировав этой акции, добиться внимания к этой проблеме, к этому вопросу. Потому что что полиция, что городские власти на сегодняшний день абсолютно бездействуют. Они ничего не делают для того, чтобы эту проблему решить. А, следовательно, они фактически содействуют этим докхантерам своим бездействием. Здесь я согласна со словами. Учитывая, что уже как отреагировали на митинг, который... Да, это был митинг, когда... Это был митинг, чтобы, наконец, достучаться, докричаться до этих людей, которые сидят в своих кабинетах, на своих высоких постах и не хотят ни слышать, ни видеть никаких проблем города на сегодняшний день. При этом есть статья о жестоком обращении, но у нас, по сути, полиция не работает. Господин Головин, будьте любезны, обратите, пожалуйста, на Малиновский район, начиная с января 2016 года, сколько лежит заявлений. Да. Причем следственная группа, последняя это была 30 мая. Чтобы можно было как-то, если они говорят, что полиция не ездит, полиция, то пусть они посмотрят, сколько заявлений от волонтеров. С приводом следственной группы, с приводом на экспертизы. Даже конкретно по сегодняшнему случаю полиция не приехала на место и пришлось идти волонтерам и писать заявление непосредственно в отделение полиции. То есть полиция на место не приехала, несмотря на то, что хозяйке стало плохо, хозяйке случился сердечный приступ, человеку было плохо, и полиция не приехала, проигнорировала этот случай. Вызов и так далее. В каком состоянии сейчас находятся приюты? Потому что после того, как собаку уже реанимировали, даст бог спасли, чаще всего ее направляют, насколько я знаю, в приюты. Правильно? Будьте добры, в какой приют, будем уточнять точно. Немецкий стерилизационный центр переполнен. Они не берут. То есть это ложится вторым пунктом на плечи волонтеров. То есть это передержка. Опять же, этим занимаются волонтеры. Они должны этим заниматься. И вот я же говорю, господин Головин, да, господин Головин говорит, что мы заангажированы. Я хотела бы с ним пообщаться по этому поводу. Опять же, теперь эту собаку надо спасти, эту собаку надо от док-хантеров убрать. И по большому счету, все на волонтерах. Да. Начиная помощь, как говорится, в зоне АТО, тоже волонтеры помогают наши. И заканчивая вот этими действиями, которые зоозащитники. Давайте подведем итоги нашего интерактивного голосования. Больше всего проголосовали за третий вариант ответа. Надо привести в порядок приюты, и проблем с собаками не будет. За него проголосовали. Подскажите, пожалуйста, 40%. Что ж, спасибо большое, что вы были с нами. Я напоминаю, у нас в гостях была Зинаида Лысая, волонтер Илариса Осмеховская, зоозащитника. В студии для вас работала Ирина Рогозянская. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин